Здравствуйте! В эфире новости на канале НСК-49. В студии Алексей Кузьмин. Коротко о главных темах выпуска. Потолки осыпаются, в стенах трещины, а просевший фундамент засыпают песком. Почему в трехэтажке на Учительской нет ни капитального, ни текущего ремонта? Федеральный закон о жестоком обращении с животными пересмотрит Госдума. В администрации президента страны услышали новосибирских зоозащитников. 90 лет музыке на любой вкус. Русский академический оркестр отметит юбилей на сцене. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Новосибирской области поступило от Западно-Сибирского гидромедцентра. В ближайшее время ожидаются заморозки, а после пожароопасный период. Под данным синоптиков, в некоторых районах уровень пожароопасности достигнет крайне опасного четвертого класса горимости. Как сообщает гидромедцентр, с 15 по 19 мая в Доволенском и Карасукском районах Новосибирской области увеличился риск возникновения очагов природных возгораний. МЧС предупреждает, что при подобном пожароопасном положении необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем и не оставлять костры непотушенными. Также запрещено поджигать траву при ветре и огонь очень быстро распространяется. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо с особой строгостью соблюдать правила пожарной безопасности. Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России. Одновременно с этим в Новосибирск приходит минусовая температура. Ночью 18 мая в городе и области ожидается температура 0 и плюс 2 градуса. При прояснениях заморозки до минус 2 градусов. Первый квартал текущего года уже позади. Пора подводить некоторые итоги. Главный из них касается бюджета Новосибирской области. Сколько доходов за 4 месяца поступило в региональную казну, каков объем расходов и какие факторы тормозят, процесс узнавал наш корреспондент. Первые 4 месяца 2017 года для бюджета Новосибирской области можно считать успешными. Наблюдается положительная динамика, связанная с тем, что доходов у региональной казны было больше, чем расходов. Действительно, доходы Новосибирской области в первом квартале исполнены в сумме 28 миллиардов рублей, ну и с профицитом почти в 5 миллиардов рублей. Мы отмечаем прирост налоговых и неналоговых поступлений в целом на 20% в первом квартале. Очень более динамично был налог на прибыль. Темп роста поступлений в бюджет наблюдается и по другим видам налогов, подчеркивает губернатор. Кроме того, в первом квартале на 112% выросли доходы по акцизам на товары, зато снизились на нефтепродукты. Но прибыль у Новосибирской области была бы еще больше, если бы все платили налоги своевременно. Недоимка увеличилась на 28%, а в городе Новосибирске и вовсе на 34%. Ведь эта недоимка, это вообще потерянные доходы в бюджете. 1,4 миллиарда рублей, которые мы недополучили за счет прироста недоимки, это вот тот резерв, который у нас был. Его можно было, получив бюджет, эффективнее использовать на те все направления, нужды и городу Новосибирску в виде субсидий передателям, муниципальным образованием. Да нет, и просто на расходные полномочия. Работа по уменьшению налоговой задолженности приобрела стратегический характер. Правительство региона взяло ситуацию на особый контроль. Сейчас работаем с налоговой инспекцией на предмет понять, по каким видам налогов, по каким категориям налогоплательщиков, по каким отраслям, по каким видам налогов у нас произошел вот этот прирост, чтобы и разобраться, и обеспечить те меры. Меры эти могут быть разными, вплоть до персональной работы с каждым налогоплательщиком, считает глава региона. Но чтобы получить положительный эффект, все областные и муниципальные власти, а также налоговые службы и прокуратура должны действовать сообща. Тогда доходов в бюджет будет еще больше. В руководстве областного центра очередные перестановки. Сергей Райхман уходит с поста начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. По чьей инициативе принято решение неизвестно. Сергей Райхман пришел работать в систему городского хозяйства в 1988 году в одной из ЖУ в Центральном районе. На пост начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска он был назначен осенью 2015 года. Почему Сергей Райхман освобожден от должности пока неизвестно. Кто займет место в его кресле, также пока под вопросом. Исполняющим обязанности назначен руководитель управления пассажирских перевозок Роман Дронов. Это новости 49-го канала. Выражение «проект планировки территорий и перспективного развития» звучит довольно обтекаемо. Однако искушенные новосибирцы хорошо знают, что за этими словами часто скрывается намерение застроить большой массив, иногда с ущербом для зеленых зон. Президиум архитектурно-градостроительного совета обсудил будущее массива между клиникой Мешалкина, Шлюзовым каналом и улицей Русской. Принятое решение удовлетворило местных жителей частично. Проект развития территории в прибрежной части Советского района первоначально предполагал массовую застройку с вырубкой лесного массива за клиникой Мешалкина и освоением площадки бывшего реабилитационного центра. Планов у разработчиков, нанятых мэрией, было много. Снос дачников. На этом месте предполагалась индивидуальная жилая застройка. На месте ИЖС, которая по улице Русская, там тоже высотная застройка. Но, к сожалению, никакого одобрения этот проект не получил на слушаниях. В итоге проектировщики вроде как услышали протесты местных жителей. Дачников оставили в покое и отказались от многоэтажной застройки в лесной зоне. Однако часть леса все равно предлагают вырубить для строительства детского сада. Это возмутило общественников. Вот это место, которое вы планируете под детский садик, на самом деле там стоят деревья и детская площадка. Ни подъездов к этому детскому саду, ни территории для детского сада там достаточной по площади нет. Жители шлюза предъявляют претензии к мэрии, которая давала добро на масштабную застройку в их микрорайоне, но не обязала строителей возвести дошкольные учреждения. Комплекс Балтийский. При постройке детский сад не заложился. Мы не слышали ни про сектор, ни про то, что дети должны будут ходить через дорогу. Молчали. Значит, с левой стороны разместился еще один комплекс Миргородский. Тоже строился, не заложили там детский сад. Некоторые эксперты попытались поддержать жителей, которые против вырубки леса ради детского сада, но с оговорками. Я, например, в принципе, готов это поддержать. Вот тогда жители должны быть ответственны, что их дети, внуки будут и получать вот эту ситуацию, что им придется либо возить куда-то там, либо через дорогу. И все же президиум Городостроительного совета мэрии единогласно проголосовал за отведение площадки под будущий детский сад на перспективу. Но окончательная точка в этой истории еще не поставлена. Впереди публичные слушания. На улице Учительская обвалилась часть фасада здания. Обрушения произошли под балконом квартиры на третьем этаже. И проходящие мимо люди чудом не пострадали под градом бетонных камней и кирпичей. Как утверждают жители дома номер 7, подобные инциденты для них неудивительны, учитывая бедственное состояние трехэтажки. Екатерина Орлова продолжит тему. Жилой дом по адресу Учительская 7 уже справил полувековой юбилей. Но вот беда. По мнению жителей, следить за состоянием здания и вовремя проводить ремонтные работы управляющая организация не торопится. Недавно отремонтировали подвалы коммуникации. Но что делать с проседающим фундаментом, сквозными трещинами на потолках и стенах и обрушениями штукатурки, неясно. Особенно пугает жильцов состояние колонны, которая держит весь дом. Фундамент частично осыпался и уже изогнулся дугой. Управляющая компания заделала проблемное место песком, а на жалобы жильцов, у которых из-за разрушения колонны пошли трещины на балконах, отреагировали просто. На время замазали проблемные участки. Мы регулярно платим за текущий ремонт. И я никак не могу понять, а что такое текущий ремонт. Я никак не могу добиться, а что же в него входит в этот текущий ремонт. Потому что вызвать сантехника – это стоит деньги. То есть вызвать электрика – это еще какие-то деньги. Электрика – отдельная беда дома. В подъездах множество проводов сплелись в клубок, разделить который может только хороший специалист. Чинить проводку и наводить порядок в проводах не только дорого, но еще и опасно, учитывая общее состояние электрики, объясняют жильцы. Нерешенных проблем в доме столько, что жители при виде журналистов наперебой зовут съемочную группу к себе в гости. Один из жителей, Дмитрий, в течение года просит управляющую организацию починить в его квартире огромную дыру. Потолок, утверждает мужчина, уже четвертый год регулярно осыпается. Дождь пошел, все это конкретно упало. Заявление в ЖЭО написали, там никаких движений, ничего. В управляющей организации с позицией жильцов не согласны. Руководство утверждает, что провести ремонт не дают сами люди, так как не могут определиться с перечнем необходимых работ. Два раза в год свои предложения по ремонту предлагаем жителям. Жители на основании наших предложений должны принять решение о выборе того или иного вида работы. На сегодняшний день по учительской семье такого решения еще не принято по ремонту фасадов. Люди и рады принять решение, но денег нет на оплату ремонта. Платить надо, как говорят в ЖЭО, из своего кармана. А когда будет проведен капитальный ремонт за счет бюджета, не знает никто. Даже руководство управляющей компании. Чтобы перейти железнодорожные пути на станции Павина, люди вынуждены кувыркаться по платформе. Для пенсионеров и пожилых дачников это равносильно сдаче нормативов на краповый берет. В следующем сюжете подробнее о проблемах любителей огорода. Раньше на станции Павина между платформами были деревянные перекладины, но их давно убрали. Построили мост, по которому люди не переходят. Только молодежь собирается для тусовок, как говорит Геннадий Матюшин. Вот так мы переходим. Пенсионер раньше ездил на дачу на автомобиле, но сейчас проблемы со здоровьем не позволяют водить. Самостоятельно перейти железнодорожные пути не по силам. Болезнь позвоночника. Переходить вот эти ступеньки очень тяжело, именно пожилым людям. Просто нужно под середине остановки поезда бросить мазки, деревяшки. И все. Это недорого стоит, никаких затрат. Мост для пешеходов не оборудован дорожкой для ручной клади на колесах, а количество ступенек для людей со слабым сердцем и больными ногами слишком велико. Не, не ходим. А почему? Оттуда далеко идти, а подниматься как высоко, нет, это не подходит к нам. Не так вот все время переползаете? Все время на задницу сажусь и потом спускаюсь так и... Пенсионеры с сумками выбирают короткий, но небезопасный путь. Это скоростная железная дорога. Составы проносятся со скоростью 120 км в час. Каждый день малоподвижные пенсионеры рискуют повторить исход Анны Карениной. Ноги не поднимаются, лезешь вот так, то на коленках, всякое разное. И помогаю бабушкам, еще некоторые с костыльком идут. Ну как им, бедным, пройти-то? Когда-то здесь была вот эта перекладина, как ее сказать, через это уходили. Потом с какими-то обстоятельствами это все убрали. Ну вот на ипподроме лежат досточки у нас, переходят. Удобно всем, а я не знаю, почему здесь так не сделают. Это же так просто. За время нахождения съемочной группы 49-го канала по пешеходному переходу не прошел ни один человек. По словам работников пригородной станции Павина, им несколько раз приходилось помогать дачникам избежать наезда состава. Кроме того, рельсы перебегают дети, которые находятся без присмотра родителей. Упасть, подвернуть ногу – дело простое. Последствия катастрофичны. В районе станции метро «Студенческая» в ночь с 18 на 19 мая будет шумно, предупреждают в областном главном управлении МЧС. С 12 до 3 часов будет ограничено движение по проспекту Карла Маркса. Подробности далее. По тревоге к станции метро «Студенческая» прибудут десятки пожарных расчетов и экипажи аварийно-спасательных служб. Это значит, что в новосибирской подземке пройдет очередное ночное учение. По сценарию спасатели выполнят разведку, поисковые работы и эвакуацию условных пострадавших из электропоеза, который частично будет находиться в тоннеле станции. Во время учения должны опробовать также и приточно-вытяжную вентиляцию и внутреннее противопожарное оборудование. В районе станции «Студенческая» будет ограничено движение по проспекту Карла Маркса. Подробнее о легенде этой тренировки и насколько удачно она прошла, мы расскажем в следующих выпусках новостей. Продолжаем выпуск. Жители Новосибирска обсуждают в социальных сетях возникновение свалки посреди Инюшинского леса. Люди возмущены неуважительным отношением к одной из старейших лесных площадей города и требуют как можно скорее убрать мусор. Житель Новосибирска снял на камеру мобильного телефона видео о ситуации в Инюшинском бару. Мужчину шокировало количество бытовых отходов, которые жители окрестностей решили массово свозить в лес. После появления новости в сети другие горожане стали делиться фотографиями безобразия. Как оказалось, люди уже давно пытаются бороться с таким отношением к природе, особенно к жемчужине Сибири. Так Инюшинский бор называет в своем обращении возмущенный новосибирец. Вот он, господа, Инюшинский бор, Саваирский кряж, жемчужина Сибири, блин. И вот так вот гадят. Нернодушные люди уже неоднократно звонили в горзеленхоз. Мусор обещали вывезти на днях, но пока ситуация осталась неизменной. После ряда обращений чиновники назначили срок работ по ликвидации мусора до 25 мая. Некоторые горожане безнаказанно выбрасывают своих питомцев на улицу. Существующие приюты выживают как могут, без поддержки мэрии, а за жестокое обращение с животными – слишком мягкое наказание. Эти проблемы новосибирские зоозащитники озвучили на митинге в марте текущего года и написали письмо президенту страны. Какой ответ они получили, расскажем прямо сейчас. Мероприятие новосибирских зоозащитников состоялось 27 марта. И хоть было заявлено как митинг, больше напоминало массовый пикет. О проблеме жестокого обращения с животными участники рассказывали языком плакатов. Нашлись, правда, и те, кто не смог молчать. Собак и кошек выбрасывают на улицу, их расстреливают в маргиналы. А городские власти хоть и создали центр по проблемам домашних животных, но проблемы этих по сути не решают. В Новосибирске есть положение, оно нормальное, оно хорошее. Но центр, который создан нашими властями, он действует как хочет. Он совершенно не соблюдает это положение. Если будет федеральный закон, то местные власти не посмеют так поступать. Именно на разработке особо жесткого и четкого федерального закона настаивали зоозащитники. Они собрали подписи и направили петицию президенту Владимиру Путину. И вот, наконец, пришел ответ. В нем говорится, что в настоящее время профильный комитет Госдумы готовит законопроект об ответственном обращении с животными, который должен усложнить жизнь тем, кто издевается над зверушками. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте Государственной Думы. Кроме того, в администрации президента указывают на положительный опыт Москвы, где работают 13 приютов для бездомных животных, а финансирует их бюджет столицы. К сожалению, Новосибирску до этого далеко, и наши приюты выживают лишь благодаря пожертвованиям. Возможно, новый федеральный закон сможет изменить ситуацию к лучшему. В Новосибирске есть место, в котором сколько не устраивая рейды, нарушители всегда найдутся. Речь идет о Хиллокском рынке и прилегающем к нему территорий. Об этом осведомлены сотрудники полиции, поэтому очередная проверка каких-либо сюрпризов не принесла. Но стало ли там больше порядка? Сейчас расскажем. В полицейские сотрудники миграционной службы подобные рейды проводят исключительно при поддержке бойцов СОБРа. Ведь в Новосибирске, на территории Хиллокского рынка, кого только не встретишь, самые распространенные граждане-нарушители – те, кто не в ладу с миграционным законодательством. По результатам рейда составлено 18 протоколов об административных правонарушениях. 15 составлено по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это нарушение иностранным гражданинам или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания, проживания в Российской Федерации. Однако в местных торговых точках, кафе, гостиницах, хостелах и на автостоянках можно найти подозреваемых в уголовных преступлениях. В этот раз такой гражданин, находящийся в розыске, тоже попался. Еще троих выходцев из Средней Азии за предоставление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений их скоро выдворят за пределы Российской Федерации. А в ближайшее время стражи порядка подобные рейды проведут и в других местах массового пребывания иностранных граждан. Стало ли на территории Хиллокского рынка после этой облавы порядка больше? Наверное, вопрос риторический. Труд педагога требует максимальной самоотдачи, любви к детям, творческого подхода. Но самое главное, учителя несут огромную ответственность за каждого ученика. От них зависит, насколько образованным выйдет ребенок из стен школы. Новосибирску есть с кем гордиться и с кого брать пример. В благодарность за тяжелую работу лучшим педагогам города установили памятную стеллу. Памятную стеллу ветеранам педагогического труда установили возле 90-й школы в Ленинском районе. Год назад в школьном дворе появилась пихтовая аллея, посвященная заслуженным учителям. Причем не только тем, кто преподает или преподавал в данном учебном учреждении, но всем работникам образования Новосибирска. Нет в школе никого выше учителя. Успешный учитель сделает успешного ученика. А стелла – это проект детей 10 класса. Право торжественно открыть стеллу предоставили трем учителям-ветеранам. Тем, кто проработал в школе по 40-50 лет, но в трудовой книжке при этом имеет всего одну запись. Заслуженные педагоги считают, что в этом нет ничего удивительного. Просто нужно любить свою профессию и уделять максимум внимания каждому ученику. Не жалею. Я очень рада, что я попала в эту школу и добросовестно отработала. Настолько трогает душу, настолько приятно, что все-таки люди уходят, а память о них остается. Таким образом, аллея возле школы уже начинает напоминать небольшой парк в честь учителей. Вполне возможно, что через 10-20 лет сегодняшние ученики будут приводить сюда своих детей и рассказывать о тех, кто учил их базовым предметам и помогал получить аттестат о среднем образовании. Пятый парад кадетских корпусов Сибирского федерального округа прошел перед Новосибирским театром оперы и балета. В этот раз торжество приурочили к 25-летию создания Сибирского кадетского корпуса. Наша съемочная группа оценила, насколько по-военному чеканят шаг юные воспитанники. Парад кадетских корпусов – это в первую очередь красивое зрелище. И хотя строевая подготовка заметно не у всех была на высоте, все-таки дети посмотреть на что было. Разнообразная форма одежды. Ведь здесь, в Новосибирске, перед театром оперы и балета собрались представители всех кадетских образовательных учреждений Сибири. И, конечно, юные барышни в шикарных нарядах. К ним положено уважительно обращаться с ударыня. Мне кажется, это так величественно побывать на таком параде именно. Это форма. И здесь учатся люди, которые действительно будут служить в будущем на благо Родины. Прежде всего мы хотели показать свою воинскую выправку, чему нас научили за первый год в кадетском корпусе МЧС. Традиционно перед началом парада все собравшиеся увидели бал кадетов. Далеко не во всех общеобразовательных школах учат танцевать, да еще и такую классику. Тем более проходят мимо обычных школьников и более специфичные для учеников понятия. Ну, дорожить дружбой научился. Я научился военному искусству. Пусть немного, но научился. То, что в кадетских корпусах знаний дают больше, не понаслышке знает полпредпрезидента, который в этот день принимал парад. Сама программа обучения в кадетских корпусах, в суворовских училищах, она более широкая, чем в общеобразовательной школе. Второй момент, мы понимаем, что дисциплина. Ну, почти военные организации. Первый парад кадетов состоялся в Новосибирске в честь 20-летнего юбилея Сибирского кадетского корпуса в 2011 году. И с тех пор это торжественное мероприятие пришлось по душе многим. Поэтому вполне возможно в дальнейшем парад станет, так сказать, переходящим от одного города к другому. К примеру, в прошлом году он состоялся в Кемерово. Так что на эксклюзивность Новосибирск не претендует. Да мы это только приветствуем. Это здорово. И не только к нам приезжает гости, но и мы можем приехать в гости и так далее. В каком статусе сибирский кадетский корпус будет участвовать на следующем параде, пока точно не ясно. Но уже сейчас известно, что из муниципального подчинения это учебное заведение перейдет в региональное. Что это даст, покажет время. В государственном концертном зале имени Арнольда Каца чествует коллектив русского академического оркестра. Завтра ему исполнится 90 лет. В честь праздника юбиляры дадут концерт. В программе прозвучат классические, современные произведения. Не обойдется и без премьер. О знаменательном событии узнаете из следующего сюжета. Художественный руководитель, главный дирижер оркестра Владимир Гусев сегодня принимает поздравления. Маэстро возглавляет коллектив с 1976 года. Говорит, что до 80-х был сложный период. Свои произведения записывали в основном в студии для выхода в радиоэфир. С 2005 года началась концертная деятельность под логотипом новосибирской филармонии. Вы можете наблюдать нашу деятельность, жизнь, она весьма активна, она весьма прогрессивна. Мы играем много музыки, к нам тянутся и хотят с нами выступать многие ведущие и музыканты, и исполнители. Впервые оркестр исполнит румынскую рапсодию, пьесу «Каприз Паганини», в которой сочетаются рок, джаз и другие музыкальные стили. В программе «90 лет в строю» управлять оркестром будут четыре дирижера. Владимир Гусев, его преемник Рустам Дельмухаметов, маэстро из Петербурга Владимир Попов и гость из Республики Казахстан Дуйсена Укибай. Шикарные музыканты, очень гибкое исполнение любой музыки, хоть народной, фольклорной, хоть классической, русской, классической, европейской. Им подвластна любая музыка. Это говорит о высоком мастерстве, исполнительском мастерстве. В коллективе около 60 музыкантов. Репертуар превышает 4000 произведений. Все преданы своему делу. Как сказал лидер оркестра, здесь нет дилетантов, только фанаты своего дела. С этого года руководство Новосибирской филармонии выстраивает дорожную гастрольную карту коллектива до 2020 года. В ближайшее время музыканты отправятся в Астану. На сегодня это вся информация. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Вашему ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok